Всем привет! Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. В Польше умер актер Веслав Голос. Об этом сообщает выборча со ссылкой на дочь артиста. Уточняется, что он скончался в возрасте 90 лет после второго инсульта, который перенес на прошлой неделе. Голос родился 9 октября 1930 года в Кельце. Еще школьником он стал членом польского сопротивления и в 14 лет был арестован гестапо. После войны учился в театральной академии, а затем работал в Варшавском драматическом театре и польском театре. Среди его наиболее ярких ролей в кино – «Четыре танкиста и собака», «Рукопись», «Найденная в Сарагосе», «Потоп», «Кукла», «Летно», «Как быть любимой», «Закон и кулак», «Брюнет вечерний порой и разыскиваемый», «Разыскиваемая». Ранее в четверг стало известно о смерти американского актера греческого происхождения Майкла Константина. Он скончался 31 августа в своем доме, в родном городе Рединг, штат Пенсильвания, в окружении семьи. Известно, что некоторое время до своей смерти артист болел, ему было 94 года. В возрасте 84 лет умер стендап, комик и актер, известный по одной из ролей в серии фильмов, «Полицейская академия», «Арт Митрана». По словам Гарри, сына актера, его отец скончался в своем доме в городе Авентура, штат Флорида. Утверждается, что Арт умер по естественным причинам. Он был и всегда будет самым крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, который преодолел бы больше невзгод, чем он, рассказал Гарри. В публикации отмечается, что на пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными. Даже при этом, Митрана продолжил свою профессиональную деятельность и создал театральное шоу «Случайная комедия Митрана», в которой выступал в инвалидной коляске. Актер продолжал сниматься, вплоть до 2001 года. Последней кинокартиной в его фильмографии стало «Увлечение Стеллы», а также два сериала «Надежда Чикаго» и «Нас пятеро». Российским зрителям Митрана известен по роли лейтенанта Маузера в двух частях фильма «Полицейская академия». На 40-м году жизни утром 5 сентября умерла британская актриса, модель и экс-вокалистка актуальной в нулевые девичьей поп-группы «Геллс и Лаут» Сара Хардинг. Как передает BBC, со ссылкой на мать артистки, причиной смерти Сара стал рак груди. О своем недуге певица рассказала, ровно год назад, сообщив, что рак распространился и на другие органы. Соцсети Великобритании переполнены, скорбящими постами и словами сочувствия, опечаленные коллеги Сары и поклонники. Сара Николь Хардинг родилась в Эскоте, 17 ноября 1981 года выросла в Стокпорте. После средней школы поступила в городской колледж, где выучилась на стилиста. Работала в ночных клубах, выступала по пабам и автозаправкам. Трудилась официанткой в пиццерии, телефонным оператором и даже водителем фургона. В 2002-м записала несколько танцевальных треков с коллективом Project G, потом попробовала себя в проекте Popstars. The Rivals, по итогам которого, влилась в продюсерское предприятие Girls'e Loud. В том же году вошла в список ста виднейших британских красавиц, по версии мужского глянца FHM, подрабатывала моделью нижнего белья. Сара стала соавтором нескольких треков Girls'e Loud, в том числе Hear Me Out и Why Do It. В 2015-м выпустила сольную EP Threads, предварительно полежав в рехабе в ЮАР, где боролась с депрессией и алкоголизмом. Вскоре выпустила автобиографическую книгу. В 2007-м отметилась как актриса в комедии «Одноклассницы». Далее был сиквел. Могла сыграть тему «Белую королеву Фрост» в кинокомиксе «Люди Икс», «Первый класс», но в итоге роль отошла Джанью Эри Джонс. Снялась в английском сериале «Рекордсмени улицы коронации», в лентах «Плохой день», «Свободное падение» и «Муж двух жен». Польский актер кино, театра и ТВ Адам Бауман умер, 6 сентября, на 74-м году жизни в Катовице, бывшей Сталиногруд. Об этом сообщает Дзенник Зычодни, со ссылкой на дирекцию театра, в котором артист служил более 40 лет. Причина смерти в некрологии не указана. Бауман родился в Грудзёндзе 27 марта 1948. Театральную карьеру начал в городском театре, в 1967-м. Далее сыграл порядка 130 ролей, стяжав множество премий. На экранах, с 1976-го, с военной драмы «Мгла». После, триллер «Анай вампир», «Кукушка в тёмном лесу», «Обречённый на блюз», «В добре и возле», «Девушка из Львова», «Миллионер». Накануне сообщалось о смерти актёра из сериала «Четыре танкиста» и «Собака Веслава Голоса». 8 сентября в Таллине, на 92-м году жизни скончался певец, гитарист, актёр и педагог, джазмен Унналауп, известный по участию в группах Метроном, свинг-клаб и Синилинд. Причиной смерти артиста стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Унналауп родился 31 мая 1930 года в Таллине. Там же получил начальное и среднее образование, затем учился в Таллиннской музыкальной школе по специальности, теоретик музыки, высшее музыкально-педагогическое образование, как учитель музыки в средней школе и дирижёр оркестра. Лаук получил в Таллиннском педагогическом институте, который закончил в 1980-м, занимался спортом, преуспев в боксе. В 1980-1990 годах он был заведующим отделением джаза в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отца. Долгое время был солистом эстрадного оркестра эстонского радио и солистом эстонского национального филармонического оркестра. Выступал и записывался со многими известными певцами, среди них Хейди Тами, Хели Саулец, Калмертина Саар, Марио Куут, а также с такими звёздными исполнителями, как Георг Отц и Валина Яак Юала. Актёрский дебют, 1961 год, Пау в музыкальной комедии с отцом «Случайная встреча», по сценарию Юрия Ярвета. Далее, социальная драма о бесправии негров в Америке «Чёрный», как я, пропагандистская драма «Заблудшие», мюзикл «Украли старого Таомаса», мистический мюзикл с элементами бытового сатанизма «Час искушения». Советская, молдавская актриса Лидия Норак-Пензару умерла 7 сентября на 79-м году жизни. Об этом сообщает ресурс Молдавении. «Лети на небо, дорогая наша Лидия. С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Лидии Норак-Пензару. Нам трудно подобрать правильные слова сейчас, когда мы узнали, что всеми любимое существо навсегда покинуло нас. Она была особенной и как человек, и как артистка. Женщина, красивая лицом и душой, жившая искусством, сказано в «Некрологии». Лидия Норак родилась 4 декабря 1942 года в селе Усти Гладянского района. В 1946-м ее семья переехала в Бельцы. Уже в школе учителя заметили актерский талант Лидии, поэтому сразу после окончания учебы, в 1959 году, она пришла работать в Бельский музыкально-драматический театр имени Александре. Свою первую роль сыграла в 17 лет, в «Жертве». Там же, в театре, актриса познакомилась со своим будущим супругом, актером и режиссером Анатолием Пензару. В 1981-м Лидии Норак Пензару было присвоено звание заслуженной артистки МССР.